Ну, уже по сложившейся традиции сделаем так же. Пам-пам, па-ба-ба-бам, пум-пум, па-бам, па-ба-ба-бам, пум-пум, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Всем здорова! Худыш! Всем привет! С вами я, Кирюха Варпач. Этот знак никак не относится к тесловодам. Это я, олень. И сегодня расскажу почему. Нет, не расскажу почему. Сегодня вы узнаете немного интересную информацию. Опять же пополняем с вами багаж своих знаний. Сможете потом апеллировать с друзьями, рассказывать им интересные факты, смотря такие ролики. И получать, конечно же, дозу прекрасного настроения. Берите все самое вкусное, что у вас есть в холодильниках. И приятного вам аппетита и просмотра. А мы погнали! Сегодня, друзья, я расскажу вам очень интересную тему. Кто не знал, у Илона Маска есть три компании. Первая — это Tesla, вторая — Boring Company и SpaceX, где они запускают ракеты. И Boring Company — это где они выпускают всякий мерч, всякие интересные штуки, такие как кирпич, огнемет, кепки. И все, что выпускает эта компания от лица Илона Маска, потому что он как бы главный директор этой компании, все это расходится, ну не знаю, тысячными тиражами, да, то есть ограниченной серией. И потом перепродается на eBay и Амазоне за тысячи десятки тысяч долларов. Как вам такое, а? Нормально? Нормальное вложение, мне кажется. Ты выпускаешь ограниченную серию, потом ее кто-то покупает и перепродает, и все в плюсе. Сегодня мы поговорим с вами о второй компании, которую я назвал. Это Boring Company. Так вот, это компания, которая строит тоннели в Лос-Анджелесе. И даже больше скажу, они построили уже один такой из тоннелей. Чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Все внимание на экран. Посмотрите, это наглядный пример того, как выглядит тоннель и для чего он создается. Посмотрите, это специальная штука, которая будет потом уже позднее, вот так вот прям как на парковочных местах. Пока туда пускают только электромобили. Ну и вообще, как бы это полагается, как туда будут пускать только электромобили. Это огромное шоссе, которое будет находиться под землей. И уже есть наглядный пример, как в три раза быстрее можно добраться из точки А в точку Б. Сегодня это видео я вам тоже покажу. Оно прям из реальной жизни. Прям вот как нужно. Прям с демонстрационными тестами. Вот так это выглядит в теории. И это видео было выпущено где-то года два, наверное, назад. Когда Илон Маск показал, все такие... Ха-ха-ха, ты че с гаваном? Ты че показываешь, Илонушка, а? Илонушка дурач... Илонушка дурачок там какой-то в Америке у них, да? Смотрите, один выехал, другой иксик, поехал дальше в тоннельчик, а? Как вам такая сеть? Прикольно же. На самом деле, это очень футуристичное будущее, которое не так уж и за горами. А Илон Маск делает так, чтобы это было действительно не за горами, создавая конкуренцию. Взяли две Теслы Model 3. Посмотрите, слева мы видим машину, которая отправилась из этой же точки. Ну, они выбрали какую-то точку Б, да, куда нужно отправиться. Вторая машина отправилась вниз в лабиринтик. Видео ускорено где-то в два-три раза, да, секунды идут очень быстро. А нет, здесь даже все еще в стандартном этом... Вот сейчас, наверное, ускорят, да? Потому что я просматривал этот ролик. И вот, посмотрите, тут наглядно показано, что вот так выглядит этот лабиринт. Очень интересный момент, кстати. Сейчас я вам кое-что покажу. Продаются специальные колесики. Специальные колесики для этого лабиринта. Вот они, смотрите. Вот эти вот колесики. Стоимость у них, если я не ошибаюсь, 500 баксов. Вот. Ну, вот здесь более наглядно видно. Вот такие колесики ты специально покупаешь, присоединяешь к своей машине и просто едешь по тоннельчику. И ты быстрее добираешься из точки А в точку Б при максимальной скорости. Я уверен, что потом они поставят какие-нибудь суперчарджеры рядом с такими тоннелями. Потому что, когда ты быстро едешь, ты очень много израсходуешь электричество. Больше 140 км в час. Все, у тебя электричество. Прям вот полосочку можно брать и вот так высасывать, высасывать, высасывать. Она прям на глазах у тебя будет уменьшаться. Это, знаете, как на спорткаре гнать прям в топку. И ты видишь, как у тебя стрелочка бензина, она вот так вот падает, падает, падает. Не очень хорошее чувство, на самом деле, для автолюбителей. Я думаю, все поймут. И Илон Маск открыл действительно тоннель. Это, на самом деле, не самая свежая тема для обсуждения. Но просто, чтобы вы знали, вы понимали, что такая штука существует. Это не скоро доберется в Россию. Вообще вряд ли доберется в Россию. Но согласитесь, какие крутые темы выдвигает Илон Маск. Какие безумные решения он пытается внести в массы. Имея ловешку, и имея мозги, и будь всегда ты в теме, ты сможешь творить такие же чудеса. Это я всегда говорил. Будь я какой-нибудь мультимиллиардер, как Тони Старк, я бы, сука, создал себе костюм Человека-паука. Я тебе клянусь, я бы создал костюм вот прям без пиздежа. Смотри. У меня до сих пор еще... Сколько он уже? Полгода висит? Шарик Человека-паука. Камон. Я с всей душой хотел бы создать для всех людей... Ну, в первую очередь, для себя бы сначала, ну, протестировать там все дела. Костюм Человека-паука. Потом можно Железных Человеков клепать. Еще всякое дерьмо. Найми ты суперученых. Сделай им бабок. Они тебе все сделают, все, что нужно. Так, как сделал Илон Маск. Он захотел тоннели под землей. Он, сука, сделал тоннели под землей. Ты скажи пять лет назад, что это кто-то сделал. Да я бы хер поверил. Колесики вот такие цепляешь. Они присобачиваются. Я, на самом деле, не знаю, как они присобачиваются. Потому что не видел видосов, где это показывается. Но знаю, что такие колесики существуют и стоят, опять же, повторюсь, 500 баксов где-то. Ну и вот, и все, ты едешь. Пока тот чувак стоит в пробке. Стоит, 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 стоит. Он стоит еще в пробке. Он все еще стоит в пробочке. Вот этот уже выехал. Как вам такое? Вот мы можем максимальная скорость 127 миль в час. 204 километра в час. Да у него скорость была вообще бешеная. Вот мы видим, он вышел, пошел, лавочку принес. Вообще красавчик. Посмотрите. Это чувак, вот справа показан, который уже приехал и сидит, ждет вторую машину. То есть он добрался из точки А в точку Б всего лишь за 1 минуту 36 секунд. А слева машина в час пик по светофорам двигалась туда же 4 минуты 44 секунды. Ну, это даже в три раза. В три раза медленнее, чем правый. И представьте, когда такие тоннели увеличатся на сотни километров, на тысячи километров. Как это будет? Ну, конечно, на тысячи километров это не совсем нужно, потому что пробки только в пределах больших городов. А это все рассмотрено на Лос-Анджелес в первую очередь. И как же это круто, если избавить это от пробок. Представьте просто в Москве вот по метро пустить Теслы, а? Причем компанию Тесла в Америке поддерживают очень сильно. У них нету никаких налогов на нее. Бесплатные парковки. Бесплатные суперчарджеры. Что еще у них интересно? Вот эти вот тоннели только для электрокаров. Круто, круто. А у нас там захочешь ввести Теслу себе в Россию? На, сука, тебе! Пять мультов тебе просто за ВОЗ. Еще хочешь Теслу? Еще тебе 45% от стоимости изи накрутят. Вообще. Я не понимаю этой политики, почему у нас просто на ВОЗ автомобилей такой бешеный налог. Я серьезно, я не понимаю. Илон Маск вместе с этой ведущей, CBS, едет по этому тоннелю и рассказывает. Смотрите, они даже какую-то наклейку прикрепили. Ей страшно реально ехать по тоннелю, потому что я не представляю. Представляете, вы 205 километров в час херачите по тоннелю, вы не можете ни влево, ни вправо не повернуть. Как вам такое? Мне кажется, это бешено просто. Мне кажется, это непонятно. Кто хочет посмотреть это подробное интервью, вы можете это глянуть. Но я просто хочу осветить саму ситуацию, что эти тоннели существуют и они, сука, работают вот с такими лифтами. И тут мы тоже можем наблюдать, как все это работает. Это видос с презентацией Илона Маска. Вот, вот так вот выглядят тоннели. Может быть, не совсем аккуратно, но это не совсем важно. На самом деле, они даже когда бурили тоннель, там есть такая огромная буровая установка. Я вам сейчас сюда вот скриншот пущу. С этой же буровой установкой они делали кирпичи. Эти кирпичи они продавали за деньги, представляете? Там каких-то бешеных, там, по-моему, 500 или 1000 долларов один кирпич можно было купить. Это посравнимо с каким-нибудь кирпичом Supreme. Кто шарит в шмотках, тот поймет. Кирпич Supreme и кирпич The Boring Company, который бурил эту подземную скважину для машин. Кирпич оттуда. А? Здесь на своей презентации Илон рассказывал, что люди уже давно делают утилитарные тоннели, то есть для кабель-менеджмента, для проводки проводов интернета. Огромные связки проводов используются в тоннельном бизнесе. А водные тоннели, то есть канализация, которая проходит под землей, все это давно придумали, все это безумно удобно. Представьте бы, канализационная труба у вас была бы над землей, и что-нибудь с ней случилось, у тебя все говно наружу, да, скажем, в России бывает такое. Также вот приводит пример, что транспортационный тоннель для электромобилей тоже есть ему место быть. То есть это не такое далекое будущее, и его не так сложно построить. И он, вот что мне нравится ЛМ Маск, он пытается минимизировать максимально затраты и максимально извлечь выгоду. Это красивый подход к бизнесу. И кто бы что не говорил, что там какие-то банкротства, еще что-то, сейчас Apple собирается Tesla купить. Я не знаю, даже если Apple купит Tesla, это ничем плохим для Tesla не кончится. Потому что Tesla это отличная развивающаяся компания, в которой есть место быть. В любом случае, это охерительный бизнес, который нужно продвигать. Для Илона он может быть и убыточен, но он круто-круто работает. Ну просто вот смотрю, да, реально, как будто я фильм про будущее смотрю. Ты посадишься, какой-то там тоннель, смотри, лифт какой-то огромный, который поднимает 2700 тонны. Плюс, если ты еще груженый, 3 тонны спокойно поднимает. Как тебе такое, Илон Маск? По-моему, это просто что-то невообразимое. Ну слушайте, вот такой вот незамысловатый ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, все, что хотел я про тоннели вам рассказал. Подробную информацию вы можете найти в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Если хотите более подробно, чтобы я рассказал про тоннелях и какую-нибудь презентацию вместе с Илоном Маском минут на 20-30 посмотрел, тоже об этом напишите в комментариях. Ну а на сегодня все. Огромное спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Ваша огромная благодарность в ответочку мне будет нажатием лайкусика под этим роликом. Тогда больше людей узнают об электромобилях и об их ценностях. Огромный вам респект. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и оставляйте свои комментарии. С вами был я, Кирюха Варпач. И всем удачи. И всем пока, друзья. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok